Денис, здравствуй, я рада тебя видеть. Давай поговорим о предстоящем бое. В Чумаш уезжайте завтра в казино. Итак, твой оппонент, российский боксер Рустам Нугаев. Что думаешь о нем? Ну что думаю, хороший боксер, хороший человек. Я думаю, что должно всем понравиться. Будет здорово для зрителей. Скажи, вы друзья, нет? Ну мы, знаете, я сюда, я приехал, первый раз сюда приехал в 2006 году. То есть мы жили вместе с ним. То есть тогда на тот момент, да, мы как бы, ну как, не друзья, но были, ну сколько, два месяца жили в одной комнате. То есть у вас приятельские, можно сказать, отношения? Да, такие приятельские отношения. То есть к нему никакого негатива нет, это бокс, это бокс. А в ринге тут, ну, друзей нет. Скажи мне, пожалуйста, сколько в этот раз твоя подготовка длилась? Длилась два с половиной месяца. Вообще изначально, то есть готовился на 26 июля должен бой быть, но так перенесли, что бой состоялся 15 августа. Скажи, пожалуйста, вот твой тренировочный процесс, как он выглядит? Сколько пробежек в неделю, сколько тренировок, по сколько времени? Ну, тренируюсь два раза в день, утром пробежки. Ну, не каждое утро, а вторник, вторник, четверг пробежки делаем. Вечером наряды, мешки, среда, понедельник, пятница, спарринги у нас. А мне вот интересно, Денис Шафиков, какой километраж бегает? Я не замерял, даже не знаю. День лет. Ну, километров, наверное, 8, пробегая. Я знаю, о поражениях неприятно говорить, но, тем не менее, вот в Макао ты проиграл Мигелю Баскисо, да, решением судей. Какие уроки ты извлек? Уроки какие извлек? Ну, для тебя, смотри, это вообще было первое поражение, да? То есть для тебя лично, вот какие ощущения в связи с этим? Ну, конечно, состояние было очень плохое, первый проигрыш, но ничего страшного, я думаю, что все впереди. Все свои ошибки старались исправить здесь, в тренировочном процессе, который я совершал. Выводы, конечно, сделаны все. Профи-бокс есть профи-бокс, да. Скажи мне, пожалуйста, ты готовишься с Федер Роучем, да, уже не первый год, насколько я знаю, да? Ты пару лет здесь? Готовимся, да, здесь уже, но готовимся не с Федер Роучем, а с помощником, Эрни Завала, то есть вот. Скажи, вот за это время, что ты здесь, что изменилось в твоей тренировке? Ну, что-то поменялось кардинально или, в принципе, ничего не изменилось, просто в этом джиме тренируешься? Нет, просто здесь тренируемся, ничего такого не изменилось. Здесь очень много чемпионов в этом джиме, с кем спаринговал из известных таких? С Демарко, Антония, с Демарко. Вроде все, больше таких не с кем, то есть уже и веса просто не мои, либо там не подходит по стилю. Ладно, это пока все, пусть победит сильнейший, мы будем смотреть красивый бокс, спасибо. Олег, добрый день, и тебя я рада видеть. Скажи мне, пожалуйста, как так получилось, что в Калифорнии встречаются два российских боксера, это Мэтт и Вен? Я бы даже сделал акцент на том, что не просто два российских боксера, а это у них такой башкирско-татарский между собой еще будет. Как мы уже все шутим за звание чемпиона Золотой Орды. Эти ребята, они дерутся на том уровне, когда они уже не выбирают себе соперников, то есть они дерутся за элиминейшн. Конечно, замечательно было бы встретиться им в титульном бою, но раз так жребий выпал, что называется, да, то есть они должны драться за первую позицию рейтинга, за позицию элиминейшн, да, то есть будет бой за... Следующий бой у победителя будет бой за титул чемпиона мира, вот, по версии IBF. Поэтому они тут и дерутся, в Солнечной Калифорнии, это хорошо. Вопрос такой, смотри, последнее поражение в Аске суд, да, ты вообще согласен с решением судей? Конечно, Денис проиграл тот бой, это даже без вопросов, да, он проиграл, это, я считаю, что причина была прежде всего в недоработках во время лагеря, вот. Почему так сложилось? Какие недоработки? Знаете, дьявол кроется в мелочах, вот, мне кажется, что именно на мелочи не было тренерским штабам уделено достаточно внимания, там, допустим, Денис паринговал, все спарринги провел на маленьком ринге, вот, а тот же Васкис бегунок. Когда Васкис устаёт, он идёт, он начинает клинчевать беззастенчиво совершенно, такой, типа, Володя Кличкова в миниатюре, да, там, вот, это его стиль, и к этому надо было быть готовым, вот. Почему-то тренерский штаб не посчитал нужным на это уделить внимание, допустим, когда Денис спарринговал, а спарринговал он с очень хорошими спарринг-партнёрами, похожими на Васкиса по манере, но, тем не менее, когда они клинчевали, то просто ждали команду брэк, то есть, не обращали внимания на то, что надо что-то делать, когда тебя обнимают, вот. То есть, я вот, когда потом просматривал бой Васкис-Шафиков, я досчитал до 72 клинчей, это к раунду к девятому, по-моему, потом я уже перестал просто считать, вот. Ну, Денис проиграл бой, к сожалению, тот бой он проиграл. Скажи, пожалуйста, вот ты же ездил с ним в Макао, я же правильно понимаю? Скажи ощущение от организации, как Китай организовывает бокс, на твой взгляд? Китай. Нет, организация на очень хорошем уровне, но дело в том, что организует не Китай, а организует топ-рэнк. Но, тем не менее, все равно, что здесь человеческий фактор всегда важен. Да, там было, если я не ошибаюсь, там было продано порядка 7 тысяч билетов, то есть, это тоже дорогого стоит, да, и китайцы молодцы, они прилетают, смотрят, играют в казино, ну, это на территории казино же, да, вот. Вот, все на высшем уровне, все на высшем уровне. И, кстати, зрители хорошо болеют, и мне даже кажется, что они разбираются в боксе. Я ожидал худшего, да. Не, ну, действительно, они поддерживают именно того боксера, который им нравится по стилю, допустим. Вот Шафиков, он более зрелищный боксер, чем Васкис, так они и Дениса и поддерживали. Вот, и, ну, вот. Вы уже пару лет в Калифорнии, постоянно здесь готовитесь, тренируетесь. Какие ощущения, вот, именно с подготовкой здесь? Я солидарен полностью с Денисом. Аня, помнишь, может быть, полтора года назад ты брала первое интервью тогда, вот, первое интервью у Дениса, он тогда сказал, что на первом, первым пунктом, почему ему нравится готовиться здесь, это погода. Это действительно так, ну, это, конечно, шутка, но здесь действительно больше спарринг-партнеров, здесь лучше организован сам процесс подготовки того или иного боксера. Отличные тренера по физподготовке, причем они разные, их много, все в порядке с диетологами, да, то есть те аспекты, на которые у нас не обращают внимания и которых у нас как таковых нет. У нас нет тренеров, занимающихся исключительно физподготовкой боксера, которые готовятся к 12-й раундам, чемпионскому бою на высоком уровне. У нас просто не знают многие тренера, великие тренера, там, заслуженные, там, тренера в стране, они не знают, как правильно подвести и как правильно сделать вес, там, допустим, да, то есть это, 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 это вообще... Здесь все есть, это на высочайшем уровне, да, в этом, в этом смысле все нормально. Единственное, что мне, вот лично мне, как вот человеку, который смотрит со стороны, как менеджеру, как агенту, мне не очень нравится, что с боксерами практически не отрабатывают какие-то технические моменты, что он должен делать в ринге. То есть нет отработки, есть спарринги, 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 да, поступает установка от тренера и боксер, естественно, пытается выполнить. Но, как правило, это все заканчивается общими, общими фразами. Уровень спарринг-партнеров высокий, а вот отработки, там, технической подготовки, как боксеры, похуже, чем у нас. Вот. Вот это единственный минус. Все остальное, все супер. Твой лично, я знаю, что это бокс, что прогнозы глупо давать, но, тем не менее, как это... Я люблю прогнозы. Все отвечают, ой, это бокс, мы не любим прогнозы, твой прогноз на этот бой. Я абсолютно спокойно могу сказать, что Денис Шафиков однозначно выиграет этот бой, выиграет уверенно, выиграет... Я не могу сказать, забьет он Рустама или нет, но бой он выиграет. Спасибо всем моим болельщикам. Смотрите бой 15 августа на СПН. Спасибо. Спасибо.